Друзья, сегодня с вами говорим про такую интимную тему, и эта тема связана с сексом. Мы понимаем с вами, почему не хочется секса, почему некоторые даже с любимыми не хотят заниматься сексом. В общем, расскажу вам кратко все эти вещи. Вы на канале психолога-нутрициолога медицинского, и сегодня мы с вами говорим про либидо и про секс. Почему бывают такие возникают сложности, и трудности. Конечно, есть две темы снижения либидо психогенного характера и по чисто физическим причинам. Например, психогенного характера, когда мужик пашет на работе, когда у него стресс, какие-то задачи, когда она тоже где-то работает, стрессует, и у нее тоже яйца выросли, то тут уж не до каких-то интимных отношений. Это прям серьезная вещь, которая возникает у многих. Другой момент, если мы с вами говорим про причины чисто метаболические. Мальчик с инсулинорезистентностью, с метаболическим синдромом, с нарушением надпочечников, гипоталамогипофизарной оси. Девочка, у которой хронически повышен инсулин, у которой нет в рационе вообще в принципе постоянно, постоянно качественных продуктов, это будет приводить не только нервную систему к угасанию, это будет приводить к угасанию эндокринную систему. И когда вот я сто раз вам показывала свой блокнот, да, и последняя там девочка, и коэнзим, и магний в хелатной форме, и пробиотики, и коллоидные минералы, и аминокислоты в свободной форме. Почему? Потому что рацион был очень долго плохим. И сейчас просто рационом только все не загнать, да, нужно помогать всем, чем можешь. И пищеварительные ферменты, и там таурин для желча оттока. В общем, все эти вещи, они в принципе должны приходить из рациона. Но так как человек часто откладывает себя на следующий раз, возникают вот такие некоторые дисбалансы. И что хочется сказать? Если вам не хочется, простите, трахаться, значит на это есть у вашего организма причина. И мне часто пишут, Алена, ну посними эту тему, сними эту тему, пожалуйста. Потому что другие говорят, там, отпусти прошлое, еще что-то. Я вам говорю чисто по биологии. Ваша физиология не будет работать, если не будет шариков хватать. Какие главные шарики? Про белки, жиры, углеводы мы с вами уже разобрали. Про важные, как я сказала, аминокислоты, да, про работу кишечника разобрали. Про контроль уровня стресса и сахара разбирали. Про сон, движ разбирали. Где застой, там нет нормального кровоснабжения. И про... Про что еще не разобрали? Не разобрали с вами про... В принципе, есть люди, я просто вам объясню, да. Они ходят с депрессией, даже об этом не знают. Например, произошла у человека загрузка тяжелыми металлами. Он не знал об этом. Это может вредить мозгу. Произошла у человека история, например, с микроинсультом. Он там где-то заговаривался, еще что-то. Но он даже не знает, что это произошло. И он от этого может отходить долгое время. Плюс, например, бывает так, что человек зашел в эту историю, когда... Ну, что-то случилось с организмом. Что-то переклинило. И пока вы там выясните, на алюминии накопился свинец, мышьяк, ЖКТ не сработал, что-то еще, проходит время. А проявления такие, как усталость, не хочется секса, снижена либидо. И тут уже 10 врачей вам говорят, а тестостерон проверьте, а это выпейте, а эту таблетку, а эта виагра вам поможет. Какая виагра от этого? Да, некоторым назначаются пальмета, я смотрю там эти айчи, все химбы, все эти вещи, но они не так работают, поверьте. Когда вы занимаетесь спортом, когда вы регулярно поддерживаете здоровый рацион, когда вы следите, что, о, ЖКТ, блин, опять-то слетел. Вот здоровье ЖКТ не поверьте, насколько важно. Как только там у вас какие-то дисбалансы сильные, начинается сразу снижение серотонина и другие проблемы. И люди сразу тянутся, ой, где мой кофеечек, где мои какие-то стимуляторы, потому что энергии-то они насинтезировали. И вот такая история происходит. Плюс, если мы с вами говорим про сниженное либидо, обычно это еще и психически либо закрытые люди, либо наоборот, знаете, изнеможденные. Что значит изнеможденные? Это значит настолько высосанные своей работой, либо окружением, что им, извините, уже не до секса. Они уже хотят спать, если свой следующий день. Поэтому, когда в индивидуалке я кого-то веду со сниженным либидо, то сразу мы с человеком говорим о том, какая жизнь у него, чем он занимается, как он. Ну вот и только это проявляется ведь в личном, понимаете? Сегодня опять был мальчик, у меня все мальчики 30+. Мальчик с вопросом, Алена, не хочу секса, хотя, в принципе, и в зал хожу, и такой весь здоровый, прислал мне свои анализы на тестостерон, еще что-то. Ну да, небольшой, но сегодня такой, завтра другой. В общем, в итоге, в итоге там системная поломка, и она не то, которое там лечить надо метаболизм, да, а там поломка в голове. Я не понимаю, что я хочу, я проживаю одну и ту же жизнь, день сурка, и сам этого даже не осознаю. Представляете, насколько это важно? В общем, психологические штуки тоже, кстати, никто не отменял. Поэтому, друзья, привычка у меня в эфире ковырять ухи. Надо убрать будет. Ну ладно. В общем, так же приятнее, правда, по-домашнему. Про либидо вам сказала, что здесь много всего зависит от всего. Вот хочется ли женщине, у которой, например, интоксикация внутренняя, заниматься сексом? Нет, не хочется. Хочется ли женщине, которая на трех работах пашет? Хочется ли женщине, у которой постоянно повышенный кортизол, заниматься сексом? Нет, да, она все уже, она уже вся истощена. Хочется ли женщине заниматься сексом, когда у нее нехватка строительного материала для гормонов? Хочется ли женщине заниматься, когда у нее нехватка витаминов, минералов? Даже организму не хочется тут погоду переживать, если такое состояние. А вы уж тут про секс загнули, Алена Сергеевна. В общем, надеюсь, видеоролик вам полезен и вы передадите тем, кто покупает бесполезные только добавки. В таком случае нужно работать совместно со всем. Рацион, движение, сон, добавки и самое главное, с психологом вы решаете со своим, чего там у вас, где получается, где не получается в жизни. Потому что вот эти стрессы, они такие типа незамеченные, незамеченные, они приходят в такую хроническую вялотекущую депрессию. От нее надо как-то избавляться. 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 Блин, ну я не могу, я хоть один эфир без смеха доведу. Ладно, ребят, пока.